В данном разделе будет показано несколько определений, относящихся к понятию алгебра операторов и связанные с этим понятием собственные функции операторов и спектр оператора. Любые математические преобразования мы можем как бы формально представлять, что с некоторым объектом выполняется некоторое преобразование и получается определенный результат. В этом смысле мы понимаем, что это преобразование применяется к объекту х для того, чтобы получить выражение у. В этом смысле можно коротко сказать, что условно, что оператор это символическое изображение, какой-то математической операции. В общем случае обозначение используется для оператора таким вот образом. Пишется шляпка над буквой, которая обозначает какой-то конкретный оператор. Сама буква никакой роли не играет, может быть какое угодно наименование. И в некотором смысле предполагается, что оператор действует направо на все, что стоит справа от него. Если это не так, то нужно определить соответствующий объект, оператор, который будет сказано, что это оператор, который действует, ну например, налево. На нас будет речь идти только оператора, который действует направо на все, что стоит от него. Но число, которое хорошо известно в математике, конечно, это является частным случаем оператора, потому что умножение, например, объекта х на 2 дает ответ равный 2х, то есть это в этом случае тоже оператор. Ну вот некоторая подсказка того, что символические определения вводятся для этого понятия оператора. Например, корень квадратный из φ. Мы же понимаем, что вот с этим объектом φ выполняется некоторая процедура, которая обозначается вот таким вот образом для вычисления значения квадратного корня от этой функции. Или, например, вычисление синуса от какой-то функции. Значит, от этого объекта нужно применить некоторую процедуру для вычисления числа, которое называется синусом вот этого значения числа φ. Ну точно так же вычисление производной. Вот у нас фактически оператор, и это вот объект, на который действует оператор. Аналогично в предыдущих примерах. Вот оператор, вот оператор, синус, и справа стоит объект, на который действует соответствующая величина. Не всегда оператор обозначается вот каким-то определенным значком, стоящим справа от величины. Например, функция, которая является комплексным сопряжением от функции φ, все-таки обозначается вот этот значок комплексного сопряжения немножко справа от функции. Ну или некоторые операторы нужно просто словами задавать, что это такое. Например, оператор перестановки координат к какой-то функции. Ну в любом случае, значит мы понимаем, когда речь идет о понятии оператор, что есть некоторое правило, которое применяется к некоторому объекту, и в результате выникает некоторый окончательный результат. И выводятся некоторые правила, которые формируют алгебру операторов. К ним относятся сложение операторов, произведение операторов, коммутатор двух операторов, целая степень оператора, обратный оператор, функция оператора, линейный оператор, эрмитов оператор. И, кстати сказать, вот эти вот два оператора, два типа, ну класс вот этих операторов, это основной класс, который используется в квантовой теории. Ну алгебра оператора, формальное равенство можно как определить. Например, два оператора называются равными и обозначаются вот таким вот образом. Но под этим значком, конечно, понимается, что эти операторы при действии на некоторые объекты одного и того же класса, конечно, так, на произвольные объекты этого класса дают одинаковый результат. То есть формально как бы вот в определении равенства операторов опущено то, что есть некоторый объект, на который действует этот оператор. Ну про число уже было сказано. Сложение и вычитание операторов обозначается обычным образом, как и в арифметике чисел, но понимается вот так же, как и в случае раскрытия вот этих скобок, где понимается, что оператор А плюс или минус Б действует на все, что стоит справа. Произведение операторов обозначается так же, как и для чисел, но произведение операторов – это строго определенная последовательность действия объектов, входящих в определение произведений. На первом этапе на объект действует ближайший оператор, входящий в произведение, в данном случае это Б, а только после этого, получив результат, ну например, ПСИ этот результат получится, ну тогда действует второй оператор, который входит в произведение. Конечно, это понятие произведения операторов легко обобщается на случай, когда есть много операторов, входящих в произведение. Коммутатор операторов – это специальное определение, которое классифицирует операторы в соответствии с тем, что равно или не равно нулю вот эта вот разность этих операторов. Но эта разность обозначается вот таким стандартным значком. Операторы есть коммутирующие, когда этот коммутатор равен нулю, и некоммутирующие, когда оператор, вот этот коммутатор не равен нулю. В общем случае это фактически правило, которое позволяет переставлять операторов в произведение. Степень оператора, ну так понятное произведение, значит, n штук операторов в произведение входящее – это степень оператора. Обратный оператор обозначается как А- и определяется как объект, который при произведении на сам оператор дает величину равную единице. Функция от оператора, конечно, может быть введена следующим образом. Если у вас есть необходимость вычтить функцию от оператора, ну нужно ее представить в виде, например, функции, зависящей от аргумента. И, допустим, если она имеет возможность ее разложить в ряд Тейлора. И видно, что это разложение означает появление суммы по степеням вот этого аргумента, этой функции. Поэтому, конечно, определение функции от оператора очень элементарно обобщается следующим образом. Потому что сами вот эти производные, которые здесь, это числа, ну или величины, которые при определенных значениях х имеют конкретное значение. Два класса операторов, которые я сказал, линейный эрмитов принципиальное значение имеет. И вот они определяются следующими соотношениями. Например, ну вот если говорить корень квадратный, например, является ли линейным оператором? Вот ответ такой. Вот спрашивается, будет ли выполняться такое равенство? Вот корень квадратный здесь и корень квадратный здесь. Ну, ясно, что это выполняться не будет. Поэтому, например, корень квадратный не является линейным оператором. Ну, а понятие для других случаев это могут быть линии. А эрмитов оператор – это оператор, который удовлетворяет вот такому интегральному соотношению. Где интеграл вычитается по всем переменным, от которых зависит функция и на которую действует этот оператор. И, значит, это, конечно, определенный интеграл. То есть, по всей области всех переменных этот интеграл вычисляется. Вот поэтому это просто фактически числа. Если вот они равны, то оператор называется эрмит. Теперь вот вводится такое, в связи с этим понятием оператора, собственные функции, собственные значения оператора. Если вот можно записать какое-то уравнение для оператора в таком виде, то, что, мол, нужно решить такое уравнение. Это может быть алгебраический уровень, дифференциальный уровень, интегральный. Например, какие-то условия могут возникать при решении этого уравнения. То вот если так вот мы можем записать, то вот это, понятно, в нашем определении это оператор. А вот функция, которая является решением, называется собственной функцией. А вот число, которое появляется в этом соотношении, это собственное значение этого оператора. И, ну, в общем случае, решение, конечно, нужно с учетом выполнять. Каким-то учетом, ну, или физических, там, или математических условий, это неважно. В некоторых случаях этих условий может не быть никаких. Значит, спектр оператора, вообще говоря, классифицируется. Может быть спектр оператора дискретный, непрерывный и смешанный. Что такое дискретный спектр? Дискретный спектр, если вот решение это уравнение на собственные функции, и собственное значение оператора имеет такой вот вид. Как здесь представлено. При этом каждому собственному числу соответствует своя собственная функция. И непрерывный спектр, это означает, что уравнение возможно при любом значении вот этого f, решение этого уравнения. В отличие от дискретного спектра, которым мы видим, что решение уравнения может возникать только при строго определенных значениях вот этого числа. Ну, а смешанный спектр, это комбинация и того и другого. Ну, например, по какой-то этой переменной f, например, в некоторой области до значения какого-то а может быть, например, дискретный спектр. Вот какие-то собственные числа. А больше вот этого значения, этой величины, ну, это вот собственные числа, да, это вот непрерывный спектр. Ну, тогда вот в некоторой области, значит, получается дискретный спектр, а в другой области непрерывный спектр. Ну, в этом смысле это смешанный спектр. Теперь не всегда вот возникает решение, когда одному собственному числу соответствует одна собственная функция. Может оказаться, что одному собственному числу будет соответствовать несколько собственных функций. Ну, тогда количество вот этих собственных функций, которые соответствуют одному числу, называется степенью вырождения. Для различных значений, для различных собственных чисел степень вырождения, конечно, может быть совершенно различная. Теперь вот нужно иметь в виду, что в квантовой теории имеется, ну, очень большое приложение имеет теоремы для эрмитовых операторов. Их формулировки приблизительно выглядит так, что собственные значения вот этих эрмитовых операторов, действительные числа. Дальше собственные функции образуют полный набор собственных функций эрмитовых операторов. Собственные функции коммутирующих линейных эрмитовских операторов одинаковы. Самостоятельно потом ниже докажете. Теорема такая еще важная. Собственные функции эрмитовых операторов нормированы. Докажем, например, теорему о том, что собственное значение – действительные числа. Для этого напишем уравнение для дискретного спектра и запишем комплексно сопряженное уравнение заданное. Дальше с этими уравнениями поступим так. С левой стороны от оператора умножим на первое уравнение на функцию φn со звездочкой и проинтегрируем во всей области изменения всех переменных. А второе уравнение умножим на функцию φn без звездочки и тоже проинтегрируем по всей области изменения всех переменных. Результат вот перед вами. И вычтем теперь второе уравнение из первого. Тогда видно, что разница слагаемых, которые входят в левую часть, это как раз определение эрмитового оператора. То есть это равняется нулю. И отсюда мы обязаны сделать следующий вывод. Раз у нас получается такое уравнение, при этом здесь у нас этот интеграл – это положительно определенная величина, так как это квадрат модуля, то есть сумма положительных величин. Поэтому ноль может относиться только вот к этой разности. Поэтому раз эта разность равняется нулю, это однозначно означает, что собственное число эрмитового оператора – действительное число. Ну вот четвертую теорему еще докажем, что ортонормировка собственной функции возникает. Тоже аналогичным образом можно поступить. Вот исходное уравнение для некоторого собственного числа запишем и комплексно-сопряженное уравнение. Здесь уже обратите внимание, собственное число, мы знаем, что это действительные числа. Поэтому тут значка комплексного сопряжения соответствующим образом не появилась. Аналогично умножим первое на вот эту функцию φМ со звездочкой, проинтегрируем по всей области переменных. И второе на функцию φМ слева, тоже от оператора, и проинтегрируем по всей области всех переменных. Значит это вот будет результат после этих манипуляций вот с этими уравнениями. И вычтем второе уравнение теперь из первого. Опять же возникает вот это вот условие, что этот интеграл, разность этих интегралов, это есть определение эрмитового оператора, значит это есть ноль. И у нас возникают тогда два таких варианта, значит что вот этот случай может быть n равно m, допустим, n равно m. Ну тогда действительно вот это вот ноль. И в этом смысле у нас понятно, что этот интеграл, который входит в оставшуюся часть, в общем случае не равен, не равен нулю. А второй случай, когда n не равно m. Ну все тогда, значит у нас это означает, что раз эти разность собственных чисел, ну они не одинаковые, она не равна нулю, это разность. Поэтому сам этот интеграл, вот при разных значениях этих собственных индексов, которые характеризуют связь с собственным числом, у данной функции этот интеграл будет равен нулю. Ну и следовательно вот у нас и возникает условие, которое мы можем записать как условие ортонормировки, где это символ кроникера. Он равен единице при n равно m и равен нулю при n неравном m. Ну таким образом вот элементарно можно показать. Одним словом, значит вот можно сказать, что то, что называется ортонормировкой, ну было показано для дискретного спектра вот этот вывод. То же самое повторение для случая, если был бы непрерывный спектр. Ну пришлось бы обобщать там и вводить класс обобщенной функции. В этом смысле для непрерывного спектра ортонумировка выглядит вот таким вот образом. Вместо символа кроникера появится вот эта вот дельта функция Дирак. Ну вот это элементарные сведения, которые необходимо иметь в виду, когда речь идет о том, что квантовая теория строится на основе использования операторов и в основном используется линейный эрмитовый оператор. И в этом смысле это все. Заключение данного.